МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! И вот, если я не ошибаюсь, батюшка, вы были одним из основателей, даже идеологом главным именно этих семинаров школы под названием «Школа добрососедства». Расскажите, пожалуйста, вот как пришла эта идея и в чем суть? Что такое эта школа? Ну, это сказано, конечно, громко. Основатель, идеолог. Скорее, возникла идея на совещаниях, которые проводятся в рамках консультативного совета, мы обсуждали причины возникновения недопониманий, конфликтов, напряженности межрелигиозной, межнациональной. И в качестве одной из причин, так вот путем размышления, показалось, что это просто то, что люди друг с другом не знакомы. Люди разных культур, разных вер, они иногда даже в жизни нечасто пересекаются. А так устроен человек, наверное, к сожалению, что мы чаще всего о незнакомых думаем, ну, вообще о людях других думаем чуть хуже, чем они сами о себе. О себе думаем лучше. И поэтому, когда мы незнакомы с представителем другой веры, или с другой верой, другой национальности, нам это кажется чуждым, и вот на основании этого возникает такая напряженность. И показалось, что встречи, где представители трех религий могли бы рассказать о том, что их объединяет, о тех плодах, которые дает вера, и помимо этого еще и познакомиться, чтобы, допустим, жители одного района или другого района встретились просто друг с другом, православные, иудеи, мусульмане, чтобы они встретились, пообщались, попили чаю, например, и просто познакомились. Когда люди знакомы, большинство конфликтов и недопониманий пропадают. Можно встретиться, улыбнуться, поздороваться, позвонить, и, в общем-то, почва уже не возникает. Вот такая была идея. А кто на данный момент руководит этим проектом? Кто в основном проводит эти встречи? Я бы сказал, сложно сказать, кто руководит. Скорее, это такое, получается, совместное соборное решение. То есть мы обсуждаем форматы, какие лучше. Вот сегодня был новый формат такой школы, добрососедство. Мы проводили его в школе, потому что обычно мы проводили на базе, допустим, или Дома культуры, или администрации. То есть взрослые люди. Да, приходили взрослые люди. И такой был достаточно ограниченный круг общения. Но, с другой стороны, это были представители именно общин, то есть представители верующих. Сейчас это были школьники. И я думаю, этот формат даже, наверное, интереснее, потому что у школьников вызывает вопрос веры, в принципе, интерес. А когда они могут задать вопрос, услышать ответ, мне кажется, и увидеть, что во многих вопросах у нас есть, как минимум, единство и дружба, то, мне кажется, для них это очень важно. Рушан Хазрат, а вот вы уже не первый раз участвовали в школе добрососедства. Вот по вашему мнению, новый формат именно бесед со школьниками, насколько важно именно детям рассказывать о том, что происходит на почве междунациональных отношений? Вы знаете, очень важен данный формат. Объясню по ряду причин. Но, в первую очередь, мы живем на национальном, на религиозном государстве. И сегодня, познавая своего соседа, ты, во-первых, начинаешь лучше познавать себя, свою культуру, свои традиции, потому что очень часто мы познаем все в сравнении. И в этом плане это, в первую очередь, для самого человека очень важно. Во-вторых, мы сейчас знаем, что у нас на всей территории Российской Федерации, в том числе в нашем Подмосковье, введен предмет по основам религиозных культур и светской этики. И, проходя вот сегодня этот курс в четвертом, в пятом классах, дети изучают теорию. Ну, и зачастую, в принципе, эту теорию дают им просто обыкновенные наши светские учителя, которые рассказывают, ну, конечно же, проходят специальные курсы по высшим квалификации и так далее. Ну, а когда у детей есть возможность увидеть представителей наших мировых трех религий вместе, и когда вот сегодня в таком формате мы общались, они задают вопросы, и они видят, что суть у каждой религии, она одна. То есть сегодня мы говорили на очень такую важную, интересную тему – добродетель. И практически мы сегодня друг друга в основном дополняли. Мы соглашались с тем, что в основе своей есть в том или ином вероучении. Конечно, не входя в теологические вопросы, это, безусловно, оставляется за дискуссией. Но, безусловно, вот тот важный духовный посыл, нравственный посыл, и мы еще раз показываем, что мы друг друга дополняем, мы друг друга хорошо понимаем и рассказываем свою суть. Я думаю, это очень важно, чтобы мы уже в детей вкладывали вот этот дух добрососедства. И на примере они видят, что у нас никакого конфликта нет, наоборот, мы дружно, мирно рассказываем вот те важные посылы, которые есть в наших религиях. Поэтому хочу отметить, что это очень важно, и я думаю, что вот такой сегодня первый пример, который прошел у нас в Люберцах именно, станет таким хорошим примером для других наших муниципальных образований, для других городов. И вот тоже момент интересный, вот Рэп Йоханан, вот когда мы готовились к программе, он мне сказал, что дети вопросы уже начали задавать. Насколько вот этим современным детям, у которых интернет, современная культура, трудно ли их заинтересовать? И вот я вижу, что не так уж и трудно их заинтересовать темами религии и добродетелей. Какие вопросы задавали? Вопросы задавали совершенно разные. Но то, что вы изначально спросили, трудно заинтересовать их, нетрудно. Потому что, во-первых, истина, она всегда интересна. Человек тянется к истине, он хочет знать истину. Человек хочет верить. Это его основное свойство человека – верить. И он, как и любой сознательный человек, хочет понимать. А дети уже в этом возрасте, или 7-11 класс, они уже сознательные. Они хотят понимать, во что они верят. А во-вторых, здесь, слава Богу, наша компания, те, кто представляли, мы люди знающие. И нам тоже интересно общаться с детьми. Как говорится, слова, которые идут из сердца, входят в сердце. Когда соединяется этот, они сразу же пробуждаются от искра интереса. И вопросы мне… лично мне очень понравились вопросы. Ну, например, можно сказать, пара? Мне очень понравился вопрос. Одна девочка спросила, теория Дарвина, не мешает ли теория Дарвина верить? Но для меня вопрос понравился очень, потому что, с одной стороны, это вот ее знания, которые она получает в школе. Вот то, что она… уроки биологии. Она это себя пропустила. Она это переосмыслила. И сейчас она получила новые знания, которые мы говорим. Мы говорили на тему религии, мы на тему веры. И она тоже себя пропустила. Она их обдумала, и она соединила. Получился синтез, и этот синтез породил вопрос. И она его не постирала задать. Это уже очень прекрасно, когда человек думает, когда он задает вопросы. Вот вопрос, наверное, ко всем, потому что здесь все много общаются с детьми. Рушан Хазрат, я помню, учителем работал. Батюшка, отец четверых детей. Бывает так, что дети ставят такой вопрос, что он в тупик заводит? Бывает такой? Или все-таки находится всегда ответ? Ну, наверное, бывает. Почему? Потому что дети, они, как говорится у нас в изречениях ислама, райские бабочки. Поэтому они чисты. И вот иногда их вопрос, на самом деле, не то, что ставит в тупик, но ты сам начинаешь размышлять, и ты сам заставляешь себя познать то, что не знаешь. Как говорится, стыдно не знать, а стыдно, когда ты не хочешь знать. И в этом плане побуждают именно к тому, чтобы мы больше читали, больше изучали, для того, чтобы можно было в перспективе, конечно же, отвечать на эти вопросы. А так, это на самом деле некий, может быть, даже стимул тому, чтобы человек дальше развивался. Отец Дмитрий, вот Ушан Хазрат уже вкратце описал, что сегодня речь шла о добродетели, но все-таки можете поподробнее пересказать о содержании урока, о чем, вот, какие стены тезисы донесли, постараясь донести до детей? Да, ну, во-первых, почему такая тема была взята, да, почему вот важны добродетели. С одной стороны, мы видим, что душа человека, она ищет добра, да, то есть мы все знаем, что добро – это хорошо, зло – это плохо, вот, а с другой стороны, вот, попробуй-ка в деталях рассмотреть, что такое хорошо, что такое плохо. И поэтому мы смотрели как раз о том, что вера, что она дает, то есть помимо того, что есть вероучения, да, то, что они, в общем-то, определенная культура сложившаяся, то, что они изучают в школе, что, может быть, в семье, читают что-то, но у веры есть, помимо внешнего выражения, есть еще и плоды, то есть если мы являемся верующими людьми, мы должны быть добрее, да, мы должны быть милосерднее и так далее, смиреннее. И вот как раз те плоды, которые дает вера, мы и обсуждали, то есть что такое добродетель с точки зрения, ну, трех религий, то есть какие должны плоды быть, потому что можно быть верующим, мы знаем, есть люди верующие, но ужасные люди, да, такие, ну, плохие. Почему? Потому что вера внешне соблюдается, а внутренне-то ничего не происходит. И вот мы как раз обсуждали, я рассказывал с точки зрения христианства о добродетелях, какие есть, да, это смирение, любовь, кротость, нестяжание, воздержание, целомудрие, вот, то есть те добродетели, которые каждый ребенок может, это же не просто некие, вот, как считают, да, там, вера – это определенные запреты, да, там, не знаю, свинину есть нельзя, там, говядину есть нельзя, еще что-то есть нельзя, да, а на самом деле вера – это то, что дает нам пищу для души, вот, как душа должна вздохнуть, как она должна, чем она должна жить. И вот добродетель как раз изучает добродетели, противоположные добродетели грехи или страсти, мы понимаем, что вот мы делаем так, и не потому, что где-то написано, что это плохо, а потому что я вот наврал, а у меня на душе ужасно гадко стало, да, я на кого-то наругался, не просто, как бы я вот выразил самовыражение, а мне и самому же плохо стало от этого. Почему это грех? Потому что мы делаем хуже самим себе в первую очередь, ну, конечно, и окружающим тоже, вот, и добродетели – это, наоборот, то, что делает душу сильной. И вот мы как раз в деталях уже с детьми обсуждали, чтобы они в своем опыте это искали и находили. Рушан Хатрат, Вы какие понятия старались донести на детей, какие-то постулаты? Безусловно, именно то, что сегодня такие важные посылы обществу, именно через добродетель, через созидательность, донести, что мы живем, ну, как и, в принципе, всегда, в непростые времена, да, есть как бы и добро, и зло, и мы это все видим и окружают. И я постарался тоже донести один из таких важных аятов Священного Корана, где Всевышний говорит о том, что «оттолкни зло добром». То есть сегодня мы видим, что зло, оно как бы всегда есть, было и будет, но именно через посыл добра, то есть мы можем именно показать, что вот это зло, греховность, именно нужно отторгать не злом, как сегодня, к сожалению, очень часто происходит, а именно добром. Поэтому вот этот посыл я постарался тоже от имени Ислама рассказать, донести до нашей молодежи, потому что они тоже сталкиваются ведь в повседневной жизни, вот когда кто-то кого-то может оскорбить. Вот как ты себя поведешь? Ответишь тем же или хуже еще чем-то? Или же ты проявишь смирение, терпение? И, конечно же, или не отвечешь, промолчишь, как у нас говорится, молчание золото, ну или просто как-то наставишь и скажешь, что я тебе отвечу добро. То есть вот если наши дети будут это понимать, то мы, безусловно, вырастим очень хорошее наше будущее, светлое будущее, потому что, в принципе, в них и как раз закладывается вот этот духовно-нравственный посыл, который есть в наших традиционных религиях, которые в Торе, в Библии, в Коране прописываются. И наша задача их донести. И самое главное, может быть, даже они об этом знают, об этом слышали. Показать это на примере, что очень важно. То есть не просто знание, да, но и практиковать вот этот добродетель именно на своих личных примерах. Ну, здесь, конечно, многое зависит от родителей и от окружающих и так далее. Что ж, я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о семинарах «Школа добрососедства», один из которых прошел сегодня в Люберцах впервые. Никуда не уходите, мы скоро вернемся в студию. Уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о «Школе добрососедства». Она прошла впервые в Люберецкой гимназии номер 16. Мы продолжаем наш разговор. Вот, Рушант Хазрат, вы уже немножко затронули тему того, что в школах иногда преподают историю мировых религий. А вот уроки добрососедства, они... Стоит ли их сделать обязательными? Это вопрос, наверное, ко всем. Мне хочется услышать мнение всех здесь присутствующих. Вот было бы здорово, если бы такие уроки такого формата, которые вы провели сегодня, были бы на постоянной основе? Ну, скажем, факультативом или... Я думаю, это, безусловно, очень интересно. И в этом есть потребность, потому что мы увидели, насколько большой интерес у детей. Это не просто приход одного из нас, да, то есть там имама или раввина или священнослужителя, а именно такой диалог, когда мы, в принципе, все вместе отвечаем. И потом, конечно же, у каждого есть индивидуальные вопросы, это понятное дело. Но мне кажется, вот такой вот пример, он очень интересен. Мы посмотрим, конечно, дальнейшие результаты, и как эксперимент, и я думаю, что это нужно практиковать. Чем больше мы будем давать правильную, достоверную информацию о религии, и самое главное, чтобы дети слышали это с первых уст, потому что сегодня вы отметили, есть интернет, есть соцсети, когда, к сожалению, детей могут заблудить, запутать их в тех или иных понятиях. А здесь у них есть возможность вот этого диалога. Поэтому я думаю, что это очень интересный формат, и он будет, я думаю, востребован и в других школах, и в целом, на примере Подмосковья, может быть, и в других регионах. Рэп, батюшка, умеешь что добавить? Вот, сказанным. Я могу вопрос, что вы сказали, обязательно, а потом факультативно. Ну, некоторые у нас факультативные, и вы становятся обязательно. Вот, так если обязательно, то я резко... То есть школьную программу, то есть? Школьную программу, я резко против. Путшим. А потому что, как только это... Представляете, дети, сегодня по расписанию мы идем учиться... Вы изучаете историю мировых религий? Не историю мировых религий. Добрососедство. Мы идем учиться жить дружно. То есть, вот, да, вот подай руку так, вот сейчас вам будут говорить, и там, как хорошо жить вместе, как хорошо... Да, перед вами выступит прообраз Каталья Апольда, который будет вам говорить, что это все хорошо и прекрасно. Но как только у детей начинается обязаловка, у них идет моментальное отторжение. Да. А тогда какой смысл, к чему будем учиться? Типа, мы вас сейчас научим жить дружно, а вы этого не хотите? Обратный смысл. Сразу же. Вот обязаловка, обязательное... Она отталкивает, конечно. Она отталкивает, обязательно, сразу же. А если факультет, если сказать, у вас есть интересные люди приезжают, они могут вам рассказать какой-либо взгляд, да, тот взгляд, вы можете задать вопросы, какие вы хотите вопросы задать, взгляд и ответят, как с точки зрения веры, вот на эти предметы. Это, наоборот, это вызывает интерес. Человека не заставляют. Как мы видели сегодня, у детей у самих есть интерес. Им самим интересно прийти. Да, возможно, сделать как бы что-то в рамках первой встречи, как бы задать тему, рамки поставить, как было сегодня. Но вот то, что мы увидели, что если в следующий раз мы там приедем, или кто-либо другой приедет, там через месяц гимназию, там уже не нужно будет даже рамки темы ограничивать. Дети сами придут, они готовы накопятся, вопрос они сами придут, зададут. Так что факультет, конечно же, да. А сейчас, Дмитрий, да. Да, я, собственно, согласен, что факультативно, тем более дети любят прогуливать уроки. Совмещают приятное с полезным, мне кажется, они с удовольствием прогуляли. И еще хочется сказать, что вот такие встречи чем важны? Тем, что у нас, к сожалению, очень многие, многие, многие взрослые, они сами мало знают веру. Даже те, кто говорит, что мы верующие, и мало что могут рассказать детям. Иногда это бывает еще передача каких-то там суеверий. Поэтому вот такие встречи, когда ребенок может подойти, спокойно задать вопрос, причем услышать многогранный ответ, мне кажется, это очень здорово. Опять же, такой вот фундаментальный ответ на его детский вопрос. И очень хорошо, что, мне кажется, удалось найти этот язык, понятный детям. Потому что о сложных вещах говорить просто не всегда просто. Да, можно. Да. Хотелось бы тоже такой вопрос затронуть в положении темы про детей и про отношения именно в школе. Потому что детская среда, она может быть и жестокой. Потому что дети, особенно когда подрастают, они начинаются какие-то конфликты. И вот как самим детям, вот ваши какие-то советы, да, и как учителям вовремя эти конфликты как-то разрешать? Вот, допустим, конфликты детей разных национальностей, разных религий. Здесь, наверное, очень важно и учителям, и тем, кто вмешан в этот конфликт, четко дать разграничение того, что нету плохой нации, нет плохой религии. То есть ни нация, ни религия не учат быть плохим. И человек ошибается, да, то есть он может где-то что-то неправильно совершить. И здесь главное выявить, да, причину конфликта и постараться объяснить, что так делать нехорошо. Но при этом, особенно для взрослых, ни в коем случае нельзя говорить, что вот он представитель такого-то народа или представитель такой-то религии и так далее, чтобы не усугублять. И мы видим, что в основном все конфликты, они возникают в основе своей на бытовых основах. То есть не на национальных, не на религиозных. А именно на бытовых основах. А потом уже начинается вот где-то, к сожалению, и дома, да, где-то говорят, там, он такой, он не такой и так далее. Поэтому здесь очень важна роль именно, наверное, учителей, преподавателей и тех, кто как-то вовлечен в разрешение данного конфликта, вот эти все грани обязательно расставить. Вот. И здесь, кстати, и мы можем быть помощниками. Мы неоднократно выезжали и в воинские части, и там, где есть какие-то вот такие бытовые конфликты, когда начинаешь объяснять своим верующим, что так нельзя с точки зрения Корана, да, там. А кто-то, наоборот, прикрывался Кораном, говорит, мне это нельзя делать, потому что мне вероучение запрещает. Ну, когда вам объясняешь, что где, покажи, нет. Поэтому, естественно, здесь, когда вот разбираешь причину конфликта, то понимаешь, что оно не исходит от национальной или каких-то религиозных неприязней, а вот именно из-за каких-то бытовых недопониманий. Поэтому здесь очень важно выявить и объяснить. Важно человеку идентифицировать себя с народом и с верой, потому что, с одной стороны, они не должны быть причиной конфликтов, а с другой стороны, есть определенная гордость. То есть, если я говорю, например, что я православный, то ты, пожалуйста, будь добр, да, веди себя так же, соответственно. И здесь, когда есть контакт на уровне школы с духовенством, с представителями религиозных общин, всегда можно обратиться как раз с вопросом, а вот действительно, как правильно так поступать или так. Поэтому мне кажется, что здесь в разрешении таких конфликтов очень важно привлекать и верующих. И, может быть, вот здесь такой формат, он в некоторых регионах даже существует, называется совет отцов, когда папы детей собираются в некий совет, ну, на базе школы, это бывает на разных уровнях. Ну, да, это в основном мамы? Да, в основном мамы, конечно. Ну, папы, они в данном случае лучше. Это совет, который может разобраться с этим конфликтом. Честно говоря, еще одной из причин, такой подоплекой многих конфликтов, является проблема в семье, проблема с родителями. Ну, да, все, наверное, с семьей. И в данном случае вот какое-то такое мужское слово, спокойное, выдержанное, весомое, оно, может быть, эти конфликты предотвратит. И, может быть, даже над такими детьми надо брать шефство определенное, наставничество, чтобы им помогать преодолевать этот период. Поэтому здесь вот и так, и так можно. Рэп, а сегодня не было вопросов, которые вот касались конфликтов, межнациональных конфликтов? Нет. Сегодня дети об этом не спрашивали. Опять, ну, то есть, как сказать, такие межнациональные конфликты зачастую возникают в бытовом уровне. И кто-то обидел, что-то сделал. Так легче закричать, что он плохой, потому что он плохой, а не объяснять, потому что я обиделся на что-то и так далее. И тут вот начинает вопрос уже тоже быть к тебе. Так что, слава богу, в этом. Крайне мере, у нас в Люберцах дети дружные. Можно за это порадоваться. Вот, тоже сейчас говорили вот в течение программы о новых форматах. Получается, сегодняшняя школа добрососедства – это уже само по себе новый формат, да? А вот она же сегодня у нас проходила в рамках фестиваля «Дружба», «Радуга дружбы», который у нас постоянно проходит каждый год в гимназии номер 16. Вот там и костюмы, там и блюда национальные, естественно, и выставки, и всё, что и концерты. Вот как оцениваете то, что проводятся ещё и такие мероприятия? Они много где проводятся, и вот насколько они помогают гармонизации межнациональных отношений вообще, и помогают вот именно школьникам разных национальностей, подружиться и понять, что они, по сути-то, в общем-то, похожи, и должны вместе жить и дружить. Вот, ну, кому кто? Я считаю, что это прекрасно, потому что вообще знание культуры национальной – это очень интересно. Каждая культура, она настолько самобытна, и в этом как раз красота её. То есть не надо смешивать всё в одну кучу. Каждая культура самобытна, она исторически развивалась. Там есть прекрасные люди, да, поэты, писатели. И когда мы в неё чуть-чуть погружаемся, в кухню то же самое, мы становимся… Во-первых, мы свою культуру лучше узнаём, потому что часто мы знаем, не знаю, японскую культуру, да, русскую не знаем. Вот. Почему? Ну, потому что вот как-то так… Модная. Да, тоже модная. И когда мы узнаём культуру своих одноклассников, и они её уже тоже узнают параллельно, это, по-моему, мне кажется, прекрасно. Возможность посмотреть именно бытовую часть, те же самые костюмы. Это безусловно интересно, как живут там. Как бытовая часть, это сразу просто приближайся, становишься на ступень ближе к человеку. До этого он был такой, теорией, абстракции. А сейчас вот уже ты эту абстракцию приобретаешь… Можно пощупать, да. Попробовать даже на фото. Попробовать, что-то можно и попробовать. Вот я как раз и талант. Что больше сближает, это стол, конечно же. Вот. Это всё. То есть мы знаем, что многие вопросы можно за чашкой чая решить, а если там ещё есть и сладости, и какие-то национальные блюда, они как раз и сближают. Поэтому, на самом деле, очень важно сегодня, если там в советское время, да, было тяжело, был запрет на религиозное воззрение, то всё-таки чувствовался некий дух единства многонационального народа. Сегодня наша задача вот через познание культуры, естественно, донести до нашего молодёжи, до нашего будущего, да, чтобы мы могли жить и развиваться в такой интересной стране, как мы всегда приводим примеры, это как красивый букет, да, то есть каждый народ – это красивый цветок, а в композиции, да, то есть это… И ещё красивее. …красивейший букет. И вот такая должна быть наша страна, и мы должны передать вот через познание культуры, традиции наших народов нашим детям вот это наше единство. И последний вопрос, у нас совсем немного времени остаётся. Вот что вы думаете о привлечении новых других религий к Школе Добрососедства, и какие вообще планы у школы на ближайшее время? Ну, на самом деле, пока планы такие вот долгоиграющие не строили, то есть конкретного места, наверное, пока ещё нет, вот, но я надеюсь, что этот формат будет развиваться, причём… Ну, школа будет ещё. Да, да, причём развиваться, наверное, уже на уровне муниципалитета, потому что мы можем в каждом районе такие школы проводить силами местного духовенства, да, и мне кажется, вот это будет очень здорово, если на базе, может быть, домов культуры и школ пройдут такие уроки, можно сказать, да, открытые уроки, вот как это было сегодня, живые общения, и причём это общение, оно может дальше продолжаться, потому что, собственно, они все здесь рядом и живут. Что касается других религий, ну, у нас, если мы возьмём, собственно, историю, да, и возьмём там статистику, ну, наверное, больше нам особо и некого приглашать сейчас, потому что представители трёх основных, да, религий у нас здесь присутствуют. Я думаю, что умножать количество сущностей, мне кажется, ни к чему. Ну что ж, есть здесь кому-то что-то добавить? Ну, ещё может быть, отменить таких направлений милосердие очень важно. Совместно, да, то есть проводить какие-то акции милосердия. То есть обозначить тему, да? Да, да, потому что это, на самом деле, очень интересно. У всех в религиях есть понятие милосердия, а может быть, перейти где-то от теории к практике, я думаю, тоже очень будет интересное такое пример. Не характериетическое занятие. Да, именно как практическое. А именно практически показать, что мы вместе что-то делаем и совместно, едино. Это тоже такой пример. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Спасибо за интересную беседу. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Открытый диалог». Сегодня мы беседовали о первой школе добрососедства, которая прошла в Люберцах. Смотрите нас в эфире ЛРТ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова